Победили сегодня. Есть преимущество, но преимущество только по счету. 2-0. В любом случае, все решится после ответной игры в Витебске и по сумме двух встреч кто-то из нашей пары пробьется в финал. Поэтому хотелось бы сегодня поблагодарить и поблагодарить себя с победой, поблагодарить за самоотдачу, за то желание, которое проявили на футбольном поле. Я считаю, что сегодня победили по делу. Владимир Владимирович, пытание первого. После другого забитого мяча команда стала гулять больше вольно, больше свободно и упоминать. Почему такого не могло отбыться в первом поле? Что заминало в докладе? Вы прекрасно понимаете, полуфинал Кубка Беларусь. Это чисто психология. Никто не хотел ошибиться. Поэтому, прежде всего, действовали надежно, без права на ошибки. Потому что в таких противостояниях обычно все решают мелочи. Поэтому никто не хотел ошибиться. Все действовали надежно. Как только появилась уверенность, раскрепощенность в наших действиях, забили два мяча. Понятно, что сопернику надо было отыгрывать сами. Пошли вперед большими силами. Начало создаваться пространство со спинами защитников, которые мы хотели, конечно, использовать, чтобы счет был крупнее в нашей пользе. Но также и Витебск мог забить. Поэтому, думаю, игра во втором тайме, она была более смотрелась, была более зрелищна и больше понравилась зрителям, чем в первом тайме. И первое питание. Ось такий насыщенный график у него по кроссовику. Все ж таки больше становчивше уплывая на команду термону? Я, когда сам был футболистом, и сейчас, разговаривая с ребятами, всегда приятнее играть, чем тренироваться. Поэтому посмотрим по результатам. Ну, обычный график, где игры через три на четвертые, в топ-чемпионатах, когда Еврокубки все так играют. Поэтому для нас это не ново. Есть опыт уже подготовки к таким играм, поэтому будем его использовать. Спасибо.